Всем привет! Сегодня стартовала продажа крутого, мощного и неубиваемого смартфона Cubot King Kong Power. Этот смарт можно называть телефоном-фонарь, телефоном-повербанк и телефон-выживальщика, как хотите. Но сказать могу точно, гаджет заинтересует многих. Наш герой может изначально показаться девайсом с упором на производительность, однако близкое знакомство раскрывает совершенно иную картину. Внешность, защищенного от пыли и влаги телефона, вряд ли заслужит обилие комплиментов. Достигающая 2 см толщина прорезиненного корпуса, широчайшие рамки дисплея и приближающиеся к 400 граммам вес устройства пополняют список недочетов экстерьера и эргономики. Однако, есть и положительные моменты в виде фигуристой текстуры задней панели, блока тройной камеры, бокового сканера отпечатка пальцев и мощного фонарика на верхней грани. Вряд ли он понадобится всем и каждому, но бонус действительно неплохой. И многие, я думаю, понимают, что этот телефон точно не для широких масс, но те люди, к которым этот гаджет подойдет, с достоинством оценят его фишки. Смартфон действительно получил стандарт защищенности IP69K, который позволяет без проблем его погружать в воду, и он может падать на твердые поверхности тоже без проблем. Выглядит смартфон очень неплохо и защищенность прослеживается в каждом кусочке корпуса. Металлические торцы, прорезиненные основные части, что соприкасаются с поверхностью при ударе, все сделано для защиты и на совесть. Эргономически данная модель также отличная, хоть смартфон и не маленький. 6,5-дюймовый IPS-экран довольно хорош. Он характеризируется хорошим разрешением в 2400 точек на 1080 точек, а также нормальным запасом яркости. Козырем Cubot King Kong Power стал емкий аккумулятор в 10600 мАч. По заявлению производителя, на одном заряде аппарат продержится до 42 часов в роли аудиоплеера, до 72 часов в режиме телефонного разговора или до 1251 часа в режиме ожидания, то есть 52 дня, как мы выяснили ранее. Восполнить энергию аккумулятор поможет комплектный блок питания на 33 Вт с функцией быстрой зарядки, что также замечу круто. Поддерживается и интерфейс OTG, с помощью которого смартфон может делиться зарядом с другими гаджетами. Технические характеристики крайне необычные. CPU MediaTek MT8788, редкий чип, напоминающий по своим параметрам популярный Helio P60. 8 гигабайт ОЗУ и графический адаптер Mali-G72 MP3 помогают процессору справляться с интерфейсом Android 13. С некоторым промедлением будут запускаться ресурсоемкие предложения. Получить комфортный геймплей можно в Call of Duty или в PUBG. Насчет более требовательных игры я не уверен, что они запустятся без лагов, так что мощные игры, думаю, не стоит сюда ставить. Размер внутренней памяти доведен до 256 гигабайт, при этом ничего не мешает расширить эту память до 1 терабайта карточкой. Разработчик не оставил без внимания и фото возможностей основных камер. Так, есть монохронный 20-мегапиксельный сенсор для ночной съемки, и 2-мегапиксельный макрообъектив, и, конечно же, главный 48-мегапиксельный модуль, достойно справляющийся с дневными фотосессиями. Детализация сделанных при хорошем освещении кадров не вызывает вопросов. За звук отвечает единственный динамик. Стереоэффекта нет, но зато с громкостью и балансом АЧХ проблем тоже нет. Также присутствуют бесконтактные платежи NFC. По итогу перед нами невероятно долгоиграющий аппарат с влагозащитой и широким функционалом. В числе других особенностей гаджета производитель отмечает мощный LED-фонарик с яркостью до 5000 люмен, что для людей, которые купят этот смарт, фонарик точно им понравится и пригодится, я уверен. Релиз этого красавца сегодня, 10 мая, и цена будет всего-то 139,99 долларов, что лично я считаю очень вкусной ценой. Ссылки на официальный магазин Cubot и на смартфон Cubot King Kong Power есть в описании под видео. Пишите, что вы думаете про данный смартфон, может у вас есть подобный в использовании. А также ставьте лайки за мою работу и пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр, скоро увидимся, пока!